Обтираем, если он мокрый, накрываем ноги, снимаем штаны, спускаем, если там девушка, то было бы культурнее, если человек приходит с улицы, чтобы его одежда не почнется. Вот, теперь что неправильное. Видишь, что он положил руки под себя, у него одна клетка перпонента не касается стола. Это мы дело исправляем. Мы берем руку так, вторую руку так. Если ты работаешь с этой стороны, ты же тут ходишь. Если будешь ходить с той стороны, то наоборот. А, ну давай, ты же мне делаешь. А, ну все, я понял. Подожди, подожди, давай. Короче, вот эта рука получается от тебя, предположим, да. Голову разворачиваем в мою сторону. Угу. Видишь, у вас руки холодные. Судя сюда. Значит, смотри, ты вот эту руку мы кладем вот сюда, голову поворачиваем сюда, эту вот так, правильно? Да, почему? У меня это не правильно. Я покажу с этой стороны, правильно? А, сейчас это покажешь? А, сейчас это покажешь? Да. Зачем? Заток, чтобы не понять. Давай, давай с этой стороны. Хорошо. Хорошо. Так, начинаем мы все движения размазывать масло и все движения делать на сердце, а потом от сердца, правильно? Нет, от сердца не надо ничего делать. Ну, вообще, со стороны сердца. Начинаем со стороны сердца, да. От сердца ничего не делаем. Делаем всегда вверх и только от головы вниз. От головы вниз? Нет, от шеи, головы. Нет, я это понял. Просто, образно говоря, кровь начинаем гнать от сердца, чтобы если мы будем к сердцу гнать, могут сосуд не выдержать у кого-то, правильно? Нет, нет, выдержать. Это только если у гипертоников, да, в полочном падении, только в этом случае, да, на пол не капай. Ух ты, батарейка. Только в этом случае мы идем в обратном порядке. То есть, теми же целыми дежурьями можно давление как повысить, так и понизить. Только объясни мне, почему тебе удобно эту сторону делать, с той стороны стоять? Не знаю, я левша потому что. Может поэтому? Нет, а ему ты как будешь делать? Я по этому смотри, вот, на самом деле, ты говоришь, крестико в руки положил, я руки кладу не под грудную клетку, а вот в этот уровень. Получается, да, вот они у меня под горлом, руки, голова упирается в стойку, да, и ему… У тебя просто позвоночник не расслабляется в этот момент. У тебя позвоночник, да, напрягается, и потом, опять, не касается стола. Вот тут же, видишь, у тебя такое пространство получается. Вот, голову тебе удобнее на бок, да, положить? На дырку? На дырку. На дырку. На дырку, да. Ну и ему удобнее же. Так, Алексей, ты хочешь продемонстрировать что-то свое, да? Нет, я хочу, чтобы ты мне это сам показал свое. Давай. Тогда смотри. Тогда подходим со стороны противоположного сердца и делаем противоположную сторону. Так. Вот эту. Так. Растираем масло, да, одновременно мы его сразу же растираем, уже можем применить какие-то силовые, да, методы. Далее, ну, если человек из бани пришел, сильно много разыгрывать не надо. Но для разогрева мы круговые движения используем. Вот такую спираль рисуем, да. Поступать надвижения используем. Вот здесь, вдоль широчайших мышц спины и захватываем вот тут. Ну вот смотри, видишь, чтобы не задевать его голову, попросим повернуть его в мою сторону. Нет, только голову, только голову. Только голову. Вот. Переходим теперь глубже. Растираем поясницу. Ребру на ладони уже. Причем, я видишь, я внедряюсь между мышечным валиком и позвоночником, не нажимая непосредственно на позвоночник. Тут я применяю, смотри, ну, чтобы было удобнее рассчитывать для себя. Метод стежков. Не сразу все. Раздал. Сначала вот раз. Два. Участочек, да. Три. Участочек. Четыре. Участочек. Потом на три могу поделить участка. Вот. Потом на два участка. Потом на один участок. Потом целиком сей ладонью. Просто удобнее, чтобы ты понимал, что ты делаешь и с этой стороны одинаковое количество, да, то каждое свое движение считаешь по четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом целиком видишь, да. Вот видишь, с утяжелением. Позвоночник не касаюсь вот оно. Ага. Раз провел. Два провел вот тут вот. Достаточно двух. Или сразу можно добавить вот так вот. Три провел. Одно касание с вибрацией вот такой. И четыре с вибрацией вот такой. То есть первое горизонтальное, второе фактикальное давление на позвоночник. И там место сочленения ребер с позвоночником. Ага. Ага. Вот. Переходим. Растирать уже плечи. Они как бы в мышцы идут в вея от кончик плеча, да. Ага. Соответственно, так вот весят вея обрабатываем. И что поглубже, одну руку замещаем на ребро. Ага. Вот. Если хотим добавить уже немножко разминания, да. То как бы подаем одной рукой плость, да. А другой вот так вот. Ну ладно. Это будет хорошо. Где можно ухватить. Здесь просто вдоль ребер перпендикулярно позвоночника, да. Растираем. Ну так же можно и обоями. Я обычно вот так вот делаю. Я обычно вот так вот делаю. Это уже разминание. Разминание. Да. Разминание. Вот. Опять же, что я показываю. Это даже не все еще упражнения показывают. Это просто, чтобы вы маневрировали потом по времени, да. Кому-то 15 минут, кому-то свой 18 минут. Здесь вот крестца. То есть, если вот такой треугольник вот такой, да. Соответственно, от него мышцы идут вот сюда. Большие ягодичные мышцы. Разминаем в эту сторону. И можно поперек. Ага. Вот. То же самое ладонями. И теперь то же самое с применением локтей. Одну руку оставляем так, да. Ладонь на другой. Поступать на движение локтем. Вот еще так же захватываю валик. Так уже целиком все ее вдоль. Вот. На пояснице можно прям посередине, потому что тут можно давить. Где неудобно, например, вот этим локтем, меняешь вот этот локоть. Ага. Вот. Ну и в принципе, да, чтобы включать то же самое движение, вот такое, да. Если хочешь, чтобы температура, например, добавилась, то ближе руки ставь. Ага. Вот, например, крестец. Если хочешь шире, то добавляешь два локтя параллельно друг к другу идут. Вот. Это вот растирание. Все, хватит пока. Давай вот теперь вот эту сторону. Да, теперь эту сторону, да. Теперь переворачиваемся. Меняем руки. Меняем руки. То есть первое у нас вошло, это... Размазал масло. Размазал масло. Размазал масло. Хаотично, да. Чтобы оно зашло, например, на шею вот так вот сюда зашло. Однушку, чтобы зашло вот тут вот так. У тебя там нет, это не опоряло? Не, ничего. Даже суть. Так, потом, значит, мы вдоль позвоночника растираем на 4, 3, 2, 1, да? Да. Ага. Вот, ты сразу тепло почувствуешь. Угу. Вот теперь про стойку. Давай поговорим. Мне удобно так. Удобно, но, смотри, будет энергичное движение, когда ты делаешь его от бедра, от ноги до конца. Да, когда все тело сразу проходишь. Да, прямо вот так вот. Ага. Как бы выбрасываю руку вперед. Как ощущения? Или пожёстче? Ну, нормально. 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 Так, затем? Полностью проводишь, как бы, кровь тогда гонишь вверх таким захватом. Угу. С утяжелением то же самое. Смотри, только чтобы вот тут не было воздуха прямо. Всей водой. Сбоку так же. С утяжелением попробуй. Вот так же тяжелый. Угу. Сверху. Ты имеешь в виду вот так, да? Да. Угу. 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 Настерянь. Угу. 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 А намного не надо. И растирание давай теперь. Растирание. Да. Угу. Двумя ладонями. Растирание, когда ты быстро делаешь, потом вот так, потом вот так, потом с плечом, с локтем. Сейчас мы изучаем только растирание. Да, пробую вот эту ладонью подавать себе валик. Ничего страшного. А это не зато, что ли? Да нет, не зато просто. Но этой ладонью подавать валик на это ребро. Одно, да. Вот так. В этой части просто перпендикулярно. Отлично. Ты молодец. И теперь добавляй. Газа, да, вот тут можно близко. Как раз к общей поверхности. И теперь добавляй бокс. Смазли. Хорошо, вижу, знаешь. Сейчас мы растирание проходим. Так. Ты растягивать меня пытался? Да, он уже пытался растягивать. Несите. И давай перейдем уже к разминанию. С чего мы начинаем? Вот видишь, мы поверхностные слои, да? Чтобы проникнуть глубже, сначала давим вот этим частью нижней руки. И смотри, движение вот кистью так вот делаешь, прямой рукой, кистью, кистью. Попробуй в воздухе сначала. Чтобы кисть твоя передала движение. Вот тут на месте точка, кисть не дрожит. Да, да, вот так вот, да. Даже чтобы волны были в таком углу. Ну, замороченное, кстати, движение. Не, я обычно делаю вот так вот. Или в глубину вот так вот. Ну, так ты как? Ну, я браться, браться, хорошо. Но сейчас мы, смотри, сейчас нам самое главное расшатать позвоночник вот так вот, да? Потом вот в глубину, вот туда мы его расшатываем. Поэтому кисть разворачиваем вот так. А, вот так? Да. А чего же вы, а здесь-то астроски-то не шевелили? Сейчас, сейчас, сейчас. А, да, да, подожди. Подожди, подожди. Вот ты это подготовил, да? Второе движение. Дайвешь уже туда. Вот такое вот. То есть в него перпендикулярно вертикальное движение. Да, это рукой задаешь движение. Вот, молодец. Теперь остистые отростки. Впиваешься прямо, где находится вот этот вот выбор. Ну, где будем по первой, да? Угу. Такими ногтями. Ногти есть? Не, не, не ногтями. Подожди. Да. И вот туда прям давишь ему на каждый позвонок по очереди. Ну, как бы не специально давишь, а стараешься вот так шатать его. Смотри, так неудобно. Тебе надо двигать сюда, поэтому дай меня руку. Снизу вверх. Смотри, в чем неправильно. Да. Ты практически мнешь. Ты берешь это сюда, а это сюда. У тебя получается вот этот захват. А надо вот просто давишь ему вот туда. Ты его качаешь. Не хватает одной руки. Прямо вот так на этот палец. Даже вот так. Прямо вот этим пальцем большим. А тут продолжается плотный захват. Ребра мы не двигаем, да? Мы только позвонки. Остистые отростки проверяем. Когда мы залазим глубже, мы вот видим, вот видишь, вот тут у него мышечный блок, то есть между позвонком, позвоночником и вот этим валиком широчайших мышц идут поперечные вот такие вот какие-то блоки. и сразу так раз для себя. Ага, так. Значит, по коже поработаем. Где-то тут еще нашел. По коже поработаем, да? Сними. Вот этой рукой туда. Ага. Да не-не, я чувствую, чувствую. Чувствуешь? Может тебе кажется, не кажется так, что я с вами. Ты же сам чувствуешь? Саша. Я да. То есть вот эта рука у тебя ведущая, а вторая просто я тоже предложил бы с другой стороны. Попробую, да? Давайте с другой стороны мы уже не очень делали. Еще попробуем. Одна рука ведущая получается. Одна рука как инструмент. Правильно делал, да? Да, только плак не захватывает, будто что-то в воздуху набрало. Ну, в ладонь. Угу. Вот так вот уже по-равильному, да. Ну, и вот здесь тоже. Вот эта вот участка вот. Да, он здесь такой. Видишь? Мышцы наплывают как бы на позвоночник, да? Наша задача все их развлекать от позвоночника, чтобы он был расслаблен. Ну, в дальнейшем, в следующем упражнении. Так. Сделали вот это. Теперь можно переходить к более жестким, когда мы начинаем уже лапу леопарда использовать и впиваемся костяшками. Большой палец я тоже подгибаю. Вот так вот. Все пальцы подгибаем, да. Вот смотри, ты должен различать, чем ты ведешь. Вот этими костяшками или вот этими? Вот этими. Вот этими, да? Ну, вот так у меня получается. Ну, раздвинь их тогда еще что-ли. А пальцы подожми. Вот так вот, да. У меня просто видишь, полуты прилегают, наверное, от тренировки. Гибкость повышена, пальцы. Ладно, это, как говорится, мой мастерский шаолинский техник. Вот, доходим до сюда. Я начинаю обоими руками. Хаотично. Можно вообще вот так вот сжимать. Можно вот такие спирали крутить, да. Можно друг другу подавать. Пальцы до конца не загибаются. Ну, тогда давай вот этими косточками. А вот в обратную сторону большой палец гнется? А гнется? Нет. Вот так, смотри, хорошо. А сломал. А, сломал. А, сломал. А, сломал. А, сломал. Вот тогда получается вот эта косточка. У тебя суставы лишь гибкие. Ну да, тренировки, наверное, все. Ха-ха-ха-ха. Так как не чё, Саш? Ну, так же еще обычно можно сделать. Вот. Потом, видишь, ты с этими опять пошел. Ага. Руку просто повесим. Вот. Берешь. Стой там же, да. И вот теперь лопатку так вот к себе. Видишь, ты уже начинаешь ее двигать. Уже мануально включать стиль, когда кусочки отходят. Вот так же лапа леопарда тоже. Ага. Блин. Лапа леопарда. Я боюсь его покорево, надо ногти подстричь. Надо было ногти подстричь сделать. Да. Щекотно. Щекотно. Ага. Ну, так его поднимать, да? Туда далеко поднимать. Да, да, да. Можно поднимать. Вот тут дай ему. Щекотно. И тут, кстати, лимфоузлы лучше там сильно не жать. Так, вот с этим помягче просто проходи. Ага. Так. Ага. Ну, на самом деле это не важно. Ты можешь руку опустить. Вот смотрите. В чем тут есть нюанс? У некоторых лопатки по-разному бывают. У кого-то они ближе, да? Те, кто качаются, у них почему-то лопатки прямо раздвинуты. У них их прямо выпирают вот сюда, да? Ага. Если он мешает, что лопатка выпирает, а он локтем работает, да? То вы руку опускаете сюда, и вот она как бы выходит. Ага. Туда пусть рука будет висеть. Так. И дальше смотри. Ну, все размяли, да? Вот таким способом. И дальше включаем уже более энергичные техники. Можно с утяжелением. Когда мы вдоль спины проходимся. Так. Опять же лопатку лопатку, да? Да, лопатку лопатку. Либо уже включаем кулачок и вот эти вот части. Вот опять с помощью вибрации. Видишь? Двое позвонка. Ага. Да. Ага. Ой. Вдоль позвоночника. Да. Спиралевидное движение. Да. Угу. Вот такое движение. И мы с тобой забыли сделать. Размерку руками. Ага. То есть вот этих жестких костяшек, да? Да. Можно было еще руками. Вот я беру. С этой стороны, да? Ага. И веду его вот в этот позвоночник. И вот сюда. Ну, тут трудно захватить. Вот здесь. Если я вот так вот делал. Ну, правильно? Ну, почти правильно. Только вот сейчас смотри. Валев получился не здесь, а вот здесь. Ага. Вот смотри, что происходит, да? Мы его как бы берем. И стараемся вот так вот его. Виде уходим. Вот сюда. То есть растянули с этой. Растянули с этой стороны. Ага. Вот он идет, да? Ну, тут достаточно немного быстро. Видишь? Я глубже впиваюсь. Ты когда взял, у тебя получилось вот тут. Ага. Что же? Потом берем. Еще, образно говоря, смотри, вот так вот, да? Да. Вот так вот, да? Да. Знаешь, потому что это где? Ну, вот. Вот в Валике уже видно. Вот тот, который видно. Да, вот так вот, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Большую. Захватываем. Всю его боковину. Ага. И плечи так же можно, да? Да. То есть, когда вот так вот проходишься, да? Ага. Можешь дополнительно плечо захватить. На себя вот так вот натянуть. Ага. 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 Если тяжелый человек, я вот так вот делаю. Разминаю внутри. Ну, как ты разминаешь? Ну, мы до лопату дойдем, но сейчас вообще будем делать, да. Ага. Теперь смотри, месим тесто схватили. Ага. Растянули. Сохватили. Растянули. Сохватили. Растянули. Вот оно. Пытается расцелиться. Ага. Он тоже показатель. И емка начала чиститься. А, оно забило, да? Оно забило, да? Да, хорошо, да. Это действительно в емка. Вот так вот, да? Да. Прямо стараешься. Вот те, которые сметанообразные люди, как я говорил, да, тело, у них прямо вот кожу в этот момент такая отсоединяется, кажется, от мяса. Ага. Вот. Потому что те же самые движения мы потом будем использовать на других частях тела. Ага. Ага. Теперь смотри, когда вот, ну просто сейчас запомни на будущее, да, почему я змею показывал. Ага. Когда мы вот так вот ввели, вот этот, видишь, у него вращается, начинает отвлекаться движением копчик. Ага. И смотри, пятки. Ага. Сюда ближе подхожу, пятки, да? А голова, смотри, мало. Ага. Ага. Вот тут вот, вот только тут начинает голова подключаться. Видишь, выше голова не шевелится. Значит, тоже вот, начиная отсюда, здесь какая-то блокада идет в позвоночнике, а здесь, ну тоже, вот тут блокада. Видишь, вот я смотрю, здесь делаю, тут мало шевелится, а ноги больше шевелится. Ага. Значит, там свобода есть, а вот тут вот нет свободы движения в пояснице. Ага. И тогда сама поясница, ну примерно равномерно, одинаково ходит. То есть вот, мы запустили волну, да, и смотрим, куда она пошла. Да? В хвост. Измени нашли. В хвост рептилии. Хватит этого? Достаточно. Или может что-нибудь еще? Просто к локтям, я думаю. Переходим уже к локтям. Угу. Так, давай, да, перейдем к локтям. Сейчас я это масло возьму. Горячий мост. Надеюсь, что ни одна капля на него не капнула. Капнул. А, вот тут. Капнул. Так, посмотри. Это все проделали, да? Дальше теперь, как в масло, внедряемся локтем в него, прям, разделяя тазобедренную кость, таз, от всего тела, да? Полностью. Ага. И локтем веду обратно. Либо я туда внедрился и заканчиваю ягодицей. Ага. Раз, два, три и четыре. Маленький круг. То есть я локтем проделал. Круг большой. Один, второй, третий и четвертый. Заканчиваю. Вот где косточка тут такая убирает. Да? Закончил их его. И такие вот мануальные как раз часть массажа, когда мы в эту косточку немножко подталкиваем. Угу. Угу. И даже вот этот…